Уже традиционно городская организация «Белая Русь» собирает представительниц прекрасного пола в канун 8 марта. Концертная программа, лотереи, подарки и, конечно же, самое яркое событие вечера – преображение. Культорганизатор, зауч, методист со вскладом и не только. Шесть женщин, представители различных профессий, приняли участие в традиционном преображении. Дефиле без макияжа, и вот женщина уже в руках профессионалов, парикмахеров и визажистов. Маргарита Брекун решила принять участие в конкурсе в поисках чего-то нового. И так как является новоизбранным председателем первичкой отдела по образованию, не смогла отказаться от такого предложения. Любая женщина красива по-своему. Главное быть красивой внутренне, наверное. Внешняя красота – это уже дополнение. Но хочется быть красивой всегда и везде, и, конечно, она важна. Профессионалы красоты признаются, что при выборе образов не обращали внимания на профессии девушек. Черты лица и внешние данные были основополагающим при выборе прически и макияжа. Пышненькую причесочку, красивая блондинка, яркие глазки, четкие губки. Все очень нежненько, по-весеннему. Чуть меньше часа работы парикмахеров и визажистов и шестеро новополочанок выглядят совершенно иначе. Кстати, в новых образах женщины прошли дефиле намного увереннее. И их искренние улыбки – подтверждение тому, что результатом они остались довольны. Беларусь в Новополске традиционно активная организация. Это мероприятие, которое действительно узнаваемо не только внутри Беларуси, но и далеко за пределами. Это все политические мероприятия, которые проходят. В прошлом году мы выбирали кандидата от города Новополска в парламент. Беларусь, конечно же, участвовала и в сборе подписей, и в участковых комиссиях. Глеб Прокофьев, Дмитрий Козловский, телеканал «Звезда».